Память павших почтили сегодня и в Сестрорецке. Там вспоминают события Великой Отечественной войны. Реконструкторы из десятков разных областей восстанавливают бои 41-го года, когда финские войска почти вплотную подошли к городу. Тогда ополченцам удалось сдержать натиск врага. Кто победил сегодня, знает Игорь Андрусенко. Наступление финских войск сегодня началось позже, чем планировалось. Дождливая погода внесла свои коррективы в планы реконструкторов. Хотя, впрочем, и не отразилась на их боевой готовности. Ливень пережидали весело и с пользой. Кто-то чистил оружие, кто-то грустил по дому. Организаторы решили внести в военную историю фольклорную составляющую. Тем более, что в русской культуре они давно и тесно переплетены. Проводы в Сино составляли как? Это для многих горе. Придет сын, не придет же. Целыми семьями же не приходили. Поэтому Сино по нему плакали уже даже как по покойникам. Реконструкцию решили начинать, не дождавшись, когда кончится дождь. Она посвящена событиям, происходившим недалеко от Сестрорецка в сентябре 1941 года. Тогда горстка рабочих встала на пути наступающей финской армии. Примерно 100 человек против целой дивизии. Бойцам удавалось сдерживать финнов три дня до подхода воинских частей. Гарнизон местного ополчения, созданный из рабочих Сестрорецкого завода, остановил наступление, так как регулярной армии здесь еще не было. И только формировались истребительные батальоны. С исторической точки зрения, конечно, финны взорвались. Как в смешных фильмах про фашистов, финны ехали чуть ли не на танках, с губными гармошками. И, в общем, они считали, что они въедут в Питер довольно спокойно. Реконструкция под Сестрорецком у артиллерийского ДОТа уже стала традиционной. Она проводится несколько лет и привлекает массу реконструкторов из разных областей. Организаторы шутят, что мероприятие стало международным. Среди участников гражданин Англии. Робин Армстронг приехал в Россию из-за любви к Красной Армии. В частности, к войскам НКВД. Чтобы оправдать акцент, он играет этнического эстонца-переводчика. Потому что битва в Ленинграде, Сталинграде и Мосе, это не только для Советского Союза. Это победа была в семье. И много людей не знают, как сложно. Сражение состоялось. Наши, как и положено, победили. К большому удовольствию реконструкторов зрителей тоже не испугал дождь. Поэтому благодарные историки были в ударе. Когда кончился сценарий, началась импровизация. И в это тяжелое и суровое для нашей страны время мы будем стоять до последней капли крови. Ура, товарищи! Ура! Игорь Андрусенко, Алексей Хюркис, Татьяна Кузьменко. Последнее известие. Сестрорецк.